МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20-й век подарил отечественному кино плеяду великих актрис. Но такой народной любви и славы, такого успеха, как у Любови Орловой, не знала ни одна из них. Зрители забывали заповедь «Не сотвори себе кумира», когда видели ее на экране. Казалось, она была идеальной женщиной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь Петровна – это действительно уникальный человек, это уникальная актриса, это звезда мирового кино, которая вошла в историю вообще кинематографа всего мира. Ее потому что знают вообще не только у нас в России, не только Советский Союз знал, но знали за границей. Это женщина, которая до сих пор, так же, как Мерлин Монро, предположим, Симона Синьаре, они до сих пор как-то так задевают сердце зрительское. Но что скрывалось за этим успехом? И почему об актрисе ходило столько мифов и легенд? Давайте попробуем это выяснить. Многие считают, что успехом в кино Орлова обязана своему мужу, режиссеру Григорию Александрову. И почему-то забывают, что без таланта, невероятной работоспособности и жертвенности в профессии она никогда бы не оказалась на Олимпе. Встреча с Григорием Александровым была судьбоносной. Она разделила жизнь Любови Орловой на «до» и «после». Все-таки то, как он ее лепил, на сегодняшний день это назвалось бы, наверное, продюсерством, да? Это все было сделано очень грамотно. И без его поддержки, наверное, она все-таки была бы другая и не достигла тех высот. Поэтому когда вот этот тандем, когда мужское и женское начало вместе объединяются в каком-то едином порыве стремлений по одной дороге, вот это гораздо мощнее, нежели если бы она была одна. Любовь Орлова родилась 29 января 1902 года. Но многие считают, что она убавила себе несколько лет, когда в 30-х в Союзе меняли паспорта. Она говорила, что появилась на свет в Звенигороде. Однако в дымовых книгах города эта информация не найдена. В любом случае, актрису здесь очень любят. В Звенигороде возле культурного центра имени Любови Орловой находится единственный в России памятник великой актрисе. Деньги на него около 5,5 миллионов рублей собирали жители города. Художники и скульпторы предложили Звенигородцам несколько проектов монумента. И путем народного голосования выбрали этот. Орлова, одетая в элегантное платье из кинопленок, стоит в позе, как в фильме цирк. На голове цилиндр с пером, напоминающий нам о ее финальном образе в «Веселых ребятах». Трехметровая бронзовая статуя народной артистки СССР сегодня достопримечательность города. В культурном центре создали небольшой музей. Здесь можно узнать о разных периодах жизни и творчества советской кинодивы. Вот в этой витрине мы видим действительно подлинные вещи Любови Орловой. И вот эта перчатка, шляпка, туфельки, которые вот здесь вот представлены, это были переданы из театра Моссовета, оставшиеся вещи от ее спектаклей. И вот здесь за витриной висит пиджачок, в котором она играла в спектакле «Лиз Маккей». Любовь Орлова родилась в дворянской семье Петра Федоровича Орлова и Евгении Николаевны Сухотиной. Этого факта было достаточно, чтобы навсегда забыть о карьере. Поэтому в анкетах она писала, что происходит из служащих. У Любы была еще старшая сестра Нонна. Существует версия, что и провинциальный звенигород она назвала своей малой родиной, чтобы быть ближе к народу и скрыть свое происхождение. А на самом деле здесь жила ее тетка. В городе, кстати, есть еще одно место, которое хранит память об актрисе. В 2019 году при содействии Министерства культуры Московской области Звенигородские музеи приобретают предметы, которые принадлежали тандему звездному Григорию Александрову и Любовью Петровне Орловой, которые хранились на даче во Внуково. Они большую часть жизни проводили именно там. Более 500 вещей передал актер Александр Олешко, а он выкупил их у внука Александрова, который не ценил доставшееся ему наследство. Постоянной экспозиции, к сожалению, нет. Мы снимаем в фондах музея, но к памятным датам жизни актрисы в Звенигороде проводят выставки. Не секрет, что Орлова и Александров путешествовали по всему миру. И это были люди, которые выезжали и были в разных странах. И, конечно же, они привозили подарки оттуда. Мы видим здесь вот такой удивительный набор. Это чешская фирма «Мозер». Набор подарочный из бокалов разного цвета, который имеет ручную гравировку с изображением птиц, животных, с изображением деревьев и некоторых сцен охоты. Это подарок президента Чехословакии Людвига Свободы. А внизу – шкатулка для сигар от Фиделя Кастро. Выезжать за границу в условиях тотального железного занавеса в то время позволялось единицам. Орлова встречалась со знаменитыми людьми и первыми лицами государств. А завистники шептались, что актриса летает в Париж за чулками и делать маникюр. Но у нее была своя миссия. Безусловно, это был наш ответ Чимберлиену, что у нас есть тоже такие дамы, не хуже, а может быть даже и лучше, которые могли достойно представлять нашу страну на высоком уровне. И мало того, они только представляют, но и отстаивают ее культурный уровень. Зеркало и спинку кровати актриса сама обшила привезенной из Англии тканью. Она очень любила цветочные принты и украшала ими интерьер. Знаменитый мейсонский фарфор безупречного качества, чехословацкая бижутерия, многочисленные письма, фотографии и документы помогают представить, как жила актриса, что она любила и каким был ее быт. Орлова часто вспоминала два эпизода из детства. Однажды она участвовала в музыкальной сказке «Грибной переполох» в доме у Федора Шаляпина. Сестры Орлова дружились с его дочерьми. Шаляпин увидел эту маленькую девочку, посмотрел, как она играет. Он поднял ее на руки и сказал, что у этой девочки большое будущее. Она будет великой актрисой. А вторая история связана со Львом Толстым. Писатель как-то подарил ей книгу «Кавказский пленник» с дарственной надписью. И она хранила ее всю жизнь. Люба росла артистичным ребенком. Родители видели свою дочь профессиональной пианисткой. По их мнению, такое занятие лучше всего подходило девушке-дворянке. В детстве мать сама обучала ее музыке. А когда девочка подросла, ее отдали в музыкальную школу в Москве. А потом наступил 1917 год. Говорят, что незадолго до революции отец проиграл их имение в карты. И отец всегда говорил, слава богу, что я проиграл его, если бы у меня после революции отобрали. Это было для меня большим бы потрясением. Семье пришлось переехать к тетке в Подмосковье. В гражданскую войну спасала корова. Люба с Ноной возили молоко на рынок в Москву. Это было тяжелое время, но мысли о музыке не отпускали ее даже тогда. В 1919 году Любовь Орлова поступила в Московскую консерваторию по классу фортепиано. Однако спустя три года учебу ей пришлось бросить из-за тяжелого финансового положения семьи. Она стала давать частные уроки музыки и устроилась тапером в несколько кинотеатров Москвы озвучивать немые фильмы. Романтики там было немного. Грязный зал, курящие и грызущие семечки люди. Но это была единственная возможность заработать. Это ей очень хорошо удавалось, поскольку слух у нее был замечательный. И, видя на экране действия актеров, она очень быстро ориентировалась в том, какую музыку надо было играть. Жизнь Любы изменилась в 1925 или 1926 году, когда она вышла замуж за Андрея Берзина, заместителя наркома земледелия. Он был старше на 10 лет, хорошо получал и имел собственную квартиру. Любовь стала делать карьеру. Занялась хореографией в Московском театральном техникуме. Потом он станет ГИТИСом. Посещала студию пластического танца и брала уроки актерского мастерства у педагога из МХАТа. В 1926 году ее приняли хористкой в музыкальный театр Немировича Данченко. А потом она танцевала там в кардебалете и терпеливо ждала, когда ее заметят. По просьбе сына, который увлекся Орловой, Владимир Иванович дал начинающей актрисе маленькую роль. А затем, увидев в ней потенциал, пригласил на главную – в оперу Афенбаха «Перекола». В 1930 году арестовали мужа по политической статье. Она долго ничего не знала о его судьбе и лишь став знаменитой, осмелилась спросить о ней у самого Сталина. Ее вызвали на Лубянку и сообщили, что муж находится в ссылке в Казахстане. Вы ему поможете? Поможем. Желаете воссоединиться с ним? Пожалуйста. Она, конечно, не желала. После ареста мужа у нее еще были отношения с немцем то ли военным атташе, то ли коммерсантом. С Берзиным они увидятся всего один раз после его освобождения в Москве. Проговорят несколько часов и расстанутся навсегда. Он уже был тяжело болен. В 1934 году Орлова впервые снялась в кино. В немом фильме «Любовь Алены» и звуковом «Петербургская ночь» Григория Рошаля. А еще она встретила его, главного режиссера и мужчину в своей жизни. По официальной версии, они познакомились в театре Немировича Данченко после спектакля «Перекола». Александров искал актрису на роль Анюты в свой дебютный музыкальный фильм «Джаз-комедия». И кто-то из знакомых посоветовал ему обратить внимание на тогда еще мало кому известную актрису Любовь Орлова. Как вспоминал режиссер, первая встреча не вызвала у него особых эмоций. К тому же он был женат на актрисе Ольге Ивановой, воспитывал сына Дугласа. На Орлов уже Александров произвел впечатление. «Я увидела голубоглазого золотоволосого бога, и все было кончено». Он был красив, но главное – перспективен. Только недавно вернулся в трехлетней поездке по Европе и Америке, где вместе с режиссером Эйзенштейном и оператором Тесе изучал опыт зарубежного кинопроизводства. В Америке он познакомился с Уолтом Диснеем, Дугласом Фербэнксом, в честь которого даже назвал сына, с Чарль Чаплином. С великим комиком они будут дружить всю жизнь. Александрова покорила Америка и голливудские мюзиклы. Он мечтал сделать что-то подобное и в СССР. До этого он 10 лет работал с Эйзенштейном. Вместе они сняли киношедевры «Стачку», «Октябрь», «Броненосец», «Потемкин». Но их пути разошлись. Власти тоже понимали, что советскому кино нужны реформы и дали Александрову зеленый свет. Он пригласил в проект Орлову. Она долго не соглашалась, она не понимала, как она может сыграть, объединить все эти моменты, и танцы, и пени, и с быком соревноваться там, выгоняя его. Но Александров настаивал очень долго. И тогда она ему сказала, «Хорошо, я буду с вами сниматься в этом фильме, но вы будете во всем меня слушаться». Он сказал, «Тогда мы будем спорить». Она сказала, «Замечательно. В споре рождается истина. И все будет прекрасно, и тогда фильм будет хорош». Ее партнером стал Леонид Утесов, солист ленинградского мюзик-холла. Это его успешный джазовый спектакль «Музыкальный магазин» лег в основу фильма. Киноверсию снимали в Гаграх, а комедия в итоге вышла под названием «Веселые ребята». Музыку написал Исаак Дунаевский, тексты к песням «Василий Лебедев-Кумач». Орловой уже 32, а она играет роль 18-летней девушки. Утесову она сразу не понравилась. Он даже назвал актрису старой калошей. Но Александров, разглядев в ней талант, начал лепить из нее кинодиву. По образу и подобию немецкой актрисы Марлен Дитрих, которая стала звездой в Голливуде, из которой ему приписывали роман. И он заставил ее перекраситься в блондинку, отправил к дантисту, чтобы она сделала голливудскую улыбку. И это действительно визитная карточка Орловой, то есть на всех фотографиях, на всех презентациях. Сказал, что у нас должна быть своя звезда, которой никогда не было в кинематографе. Все были обыкновенными. Родители, когда он ее именно сделал такой, они были в шоке и долго плакали над ее бывшим образом. Он даже хотел, чтобы Орлова, как и Дитрих, удалила себе несколько ребер и зубов, чтобы сделать талию тоньше, а лицо более очерченным. Но она на это не пошла. Григорий создавал из нее Марлен, но с советским флером. Он копировал целые сцены и совершенно этого не стеснялся. Ну, в этом контексте Дитрих, конечно, первичный. Но это тот случай, когда вот этот вот пример, он достаточно удачный, потому что представить ее в другом образе достаточно сложно. Именно блондинка, именно вот ее белые волосы, они стали ее визитной карточкой именно в нашей стране. И все же при внешней схожести эти две кинодивы были разные. Дитрих – холодная женщина-вамп, покоряет мужчин одним взглядом. Орлова – советская жизнерадостная ударница труда. Я не могу сказать, что они очень похожи чем-то. Ну, вот та вот какая-то загадочность, немножко такая таинственность в облике, наверное, которой Александр Фонд пытался как бы внушить той же Любовь Петрова, не понимаете, от Дитрих. Орлова стала музой Александрова. И как истинный художник, он влюбился в нее. Она ответила взаимностью. Такой красавец не мог не очаровать даму, тем более актриса. Конечно, она должна была быть влюблена в своего режиссера, как и режиссер в актрису. Конечно, сразу же у них возникла симпатия. Прошлой жизни больше не существовало. Александров расстался с женой, Орлова – со своим немцем. После съемок они поженились. С веселых ребят началось ее восхождение на Олимп советского кинематографа. С веселых ребят началось ее восхождение, и хочется счастья добиться. Но легкий жанр не понравился критикам. Фильм назвали контрреволюционным, хулиганским и безидейным. И не хотели выпускать на экраны. По просьбе Горького Сталин лично посмотрел фильм. Он сказал свою знаменитую фразу, будто месяц в отпуске побывал. В основном у нас продвигался патриотизм. А тут шла совершенно другая новая волна. Поэтому Сталину это нравилось. Он знал, что людей надо было как-то взбодрить не только патриотизмом и стройками, но и что-то было, чтобы веселое, чтобы люди выходили с хорошим, добрым отношением и веселым состоянием. Фильм «Веселые ребята» перевернул советское сознание. Он настолько азартен, задорен, настолько, казалось бы, прост, настолько... И он наивен, и он очень прекрасен вот именно этой наивностью, чистотой. Понятно, что игра тех дней, она отличается от сегодняшней, и сочетание в кадре. Но на тот момент я смотрел на это как на кино-ретро, и с умилением, и с большим удовольствием. Сначала фильм отправили на венецианский фестиваль. Где его высоко оценили. Мир узнал, что в СССР могли не только строить коммунизм. Картина там шла под названием «Москва смеется». Она очень веселая, она с многими интересными съемками, с трюками, с какими-то смешными, какие-то смешные ситуации. И Любовь Петровна там хороша, просто в этой картине. И Утесов, ну там все хороши, просто что там говорить. Смотрится до сих пор с большим интересом. Александров, Дунаевский и Лебедев Кумач. Орловские рысаки. Как с иронией прозвал эту троицу Эйзенштейн. Они создали новый жанр в кино, где музыка определяла половину успеха фильма. Вместе они снимут еще не один шедевр. У нас есть тетрадь, вернее, лист из тетради, но который подписан самим Дунаевским. Ноты для кинофильма «Волга-Волга» – песня молодежная. То есть это тоже, наверное, такая вещь очень ценная и мемориальная для музея. Эти песни знают даже те, кто ни разу не смотрел фильмы Александрова. Они начинали жить своей жизнью сразу, как только картина выходила на большие экраны. Вот эти музыкальные инструменты – это инструменты подлинные, из фильма «Веселые ребята». Вот на этих инструментах трубили, бились ими те актеры, которые играли в знаменитой съемке «Побоище». Орлова получила за фильм звание заслуженной артистки РСФСР «Александров. Орден красной звезды». Утесову же вручили фотоаппарат. Он обиделся и перестал общаться со звездной парой. А они были соседями по элитному подмосковному поселку во Внукове. За веселых ребят им выделили по гектару земли. Супруги построили здесь дачу по типу американской виллы Чарли Чаплина и спрятались в своем мире. Во-первых, она никогда почти не жила в Москве. Она все время была на даче. И она, если заканчивала съемку, она всегда уезжала на дачу, а на Москве считала, что такой свежий воздух может хорошо действовать, благоприятно на здоровье человека. В этот дом она вложила всю душу и все гонорары. Проект был грандиозным, а денег всегда не хватало. В 1938 году даже случился скандал, когда актриса подняла цены на свои выступления с 750 до 3000 рублей. Газета «Советское искусство» вышла со статьей «Недостойное поведение». Историю замяли, говорят, не без помощи Сталина. Что интересно, у меня связаны личные воспоминания с Орловой в связи с тем, что мы в свое время снимали клип на даче Орловой и Александрова. И в то время эту дачу снимал какой-то француз, там был страшный бардак. И получилось так, что он мне подарил ее профсоюзный билет. То есть у меня даже есть память о Великой Акрестии. Играя роли простых девушек, жить Орлова предпочитала с голливудским шиком, правда, по советским меркам. Большая дача, квартира в доме актеров МХАТа, личный шофер. Внук Александрова, Григорий, вспоминал, что Любовь Петровна была сложным человеком, людей и гостей не любила. Зато для своего Гриши она всю жизнь создавала атмосферу любви и заботы. В 1936 году вышел фильм «Цирк» о жизни в СССР американской актрисы, матери темнокожего мальчика Джима. В реальной жизни детей у Орловой не было. С сыном мужа Дугласом у нее не сложились отношения. Когда он женился на своей домработнице Галине, Орлова сказала, такого мезальянса она не потерпит. И это не наш уровень. И она перестает общаться и с Галиной, и с сыном Григория Александрова. Но на экране она была идеальной. Советские зрители полюбили Марион, главную героиню. И в ночь мы видим сходство с Дитрих. Удивительно, но даже там, где Орлова подражает западному образцу, она не казалась зрителю чужой. Но тогда никто и не видел других картин. И сравнить было не с чем. Во время съемки этой знаменитой сцены актриса получила сильные ожоги. Пушка раскалилась под лучами прожекторов и софитов. А она не могла встать. Иначе запорола бы дубль. Пленка тогда была на вес золота. На экране любовь Орлова преображалась. Она выглядела совсем не так, как в жизни. Один раз я с ней была просто на сцене рядом стояла. Как раз был международный кинофестиваль. Там приехала, по-моему, были кто-то, Джинолла Бриджида были. Симона Синьорре была. Потом Жираж Долл, по-моему. Вот такие актрисы известны очень мирового значения. И мы тоже вышли. Мы молодые тогда были. Мы вышли, так было приятно смотреть. А мне показалось, она такая, я думала, что она такая высокая. Она не высокого роста была, оказывается. Смотрите, мне высокая. Потому что я, когда на каблуках, то у меня метр под восемь, метр-72, там под восемь. Она вдруг мне показалась, ну, такой маленький, щупленький очень. Ну, красивое лицо, конечно. Успех цирка был феерический. Страна влюбилась. За Орловой закрепился статус актрисы номер один. Она стала абсолютной иконой стиля своего времени. У психиатров даже появился термин «синдром Орловой», который означал доходящую до абсурда манию подражать кинодиве. Под Орлову стрились и красились. Копировали ее улыбку, речь, движение и походку. Ее портреты и афиши висели повсюду. В киосках продавались фотокарточки актрисы. Любовь Орлову боготворили. Это оценка ее впечатлений, которые она производила на окружающих, тем более на женщин, которые хотели быть так же любимы, манки, которым оказывают внимание. И почему нет? Эта мода, которая пошла с той поры, она еще раз говорит о том, что насколько важно было ее влияние на окружающих. Но актриса вела закрытый образ жизни и в свой круг пускала лишь избранных. А поклонники хотели знать о ней буквально все. Дефицит информации стал компенсироваться появлением различных слухов и легенд об Орловой. Ну, я думаю, что личная жизнь была у нее закрыта еще по той причине, что время было достаточно суровое. И муж у нее, наверное, сидел. И лишний раз она, конечно, вела себя очень осторожно. И происхождение она свое скрывала. Молва приписывала ей отношения со Сталином. Иначе, видимо, не могли объяснить, почему он ей так благоволел. Актрисе позволялось то, о чем другие в то время и мечтать не могли. Тогда поддержка такого вождя вообще, как вы, всю ночь, это очень много давало. Это давало просто держаться, в общем-то, в этой стороне. Можно снимать. Интерес к этой теме подогрели и появившиеся много лет спустя мемуары о Сталине с любовью, якобы написанной актрисой. Однако их подлинность до сих пор не подтверждена. Действительно, Сталин очень хорошо относился к Любови Петровне Орловой. Но говорить о том, что он имел какие-то с ней отношения, наверное, не стоит. Он просто это была любимая актриса, которую он очень уважал, восхищался. И, наверное, не просто так он наградил ее премиями. И действительно подарил участок во Внуково, где они благополучно жили со своим супругом. А эту легенду о встрече на одном из приемов Орловой и Александрова с вождем рассказывают чаще всего, с небольшой разницей в деталях. Они проходят, и Сталин говорит, Любовь Петровна, а почему вы такая бледная, почему вы так как-то выглядите болезненно? Она на шутку сказала, да меня Александров замочил съемками своими. И он сказал, послушайте, если хоть один волос упадет с головы этой женщины, я вас повешу. Сказал, он, такая была у него шутка. И говорит, что Григорь Александров чуть в обморок не упал после этих слов. В 1938 году на экраны выходит «Волга-Волга», вершина советской пропаганды 30-х годов. И снова песни, танцы и яркий образ энергичной письмоносицы «Стрелки». А в 1940 году зрители увидели историю советской «Золушки». В новом фильме Александрова «Светлый путь». Таня Морозова благодаря упорному труду из простой деревенской девушки превращается в прославленную ткачиху-стахановку. Знамя души моей, Знамя прорыва моей, Мы пронесем через миры и века. Это был единственный фильм, к которому у Сталина возникли вопросы. «Раньше вы развлекали, а теперь угождаете», сказал он режиссеру. Но это не помешало супругам получить за картину по сталинской премии. 100 тысяч рублей в денежном эквиваленте. У каждого в итоге их будет по две. Есть люди, которые действительно подходят не только духовно друг другу, но и по своим творческим качествам. Мне кажется, что это уже сам их судьба направила, быть рядом вместе. И они дополняли друг друга. Поэтому это все получилось очень удачно. Александров показывал все таланты Орловой. Она пела, танцевала, делала трюки. А ее интеллигентную красоту и грациозность не могли скрыть ни рабочий комбинезон, ни простой говар-героинь, ни грубо обесцвеченные волосы. Как вы сживаете коварью, я и пушки в нервную. Александров достиг высочайшего уровня мастерства, снимая Орлову. Он научился таким образом выставлять на нее освещение, а эта процедура порой занимала не один час времени, что с каждым новым фильмом она выглядела все моложе. Мягкий свет, черно-белая съемка и только определенные ракурсы позволяли актрисе много лет выигрывать на экране борьбу со временем. Всю жизнь актриса держала себя и в прекрасной физической форме. Правильно питалась, сознательно отказалась от детей, чтобы не прерывать карьеру и не испортить фигуру. Она постоянно, каждый день занималась у станка, поскольку когда-то она хореографией занималась, и этот станок был с ней до последней минуты, даже в палате, где она лежала. Станок был, и она, превозмогая все боли, которые у нее были, она занималась на этом станке. А еще вы, наверное, слышали о талии актрисы в 43 сантиметра. Правда, эта красивая история не имеет ничего общего с действительностью. Такой обхват талии соответствует по таблице размеров трехмесячному ребенку, но никак не взрослой женщине. К тому же, Любовь Орлова никогда не была худой, и это хорошо видно по ее фильмам. Скорее всего, легенда объясняется желанием сделать актрису еще более недосягаемой для простых людей. Ведь прическу и наряды можно повторить, а талия 43 сантиметра это уже бессмертный бренд Орловой. Годы шли, а Орлова оставалась такой же молодой. К тому же, она никогда не говорила, сколько ей лет, и вокруг ее возраста тоже ходили легенды. Все чаще стали шептаться, что она с собой что-то делает. Ну, действительно, Любовь Петровна следила за собой. Это была женщина, которая уделяла внимание своей внешностью даже больше, чем все другие. Это первая женщина, которая сделала пластическую операцию в СССР. Наверное, до этого никто не пробовал ложиться под нож, а она попробовала, рискнула. Племянница актрисы вспоминала, что ее тетя сделала не одну операцию, но есть и те, кто считает, что она обходилась лишь косметическими процедурами. Сделаем небольшое отступление и перенесемся в то время, когда в Советском Союзе вопрос о внешней привлекательности граждан был поднят на государственный уровень и поймем, в каких условиях ковалась красота Любови Орловой. Считается, что у истоков развития косметологии и пластической хирургии в СССР стояла жена председателя Совнаркома Молотова Полина Жемчужина. Побывав в Париже и познакомившись там с современными методами омоложения, она добилась открытия в 1930 году первого в стране кабинета врачебной косметики. Из него выросла московская врачебно-косметологическая лечебница, которая в 1968 году переезжает в здание на Новом Арбате и меняет название. Отныне это знаменитый институт красоты. А в 1937 году после визита Микояна в Америку в Москве был создан институт косметики и гигиены глав парфюмер промо. В обоих институтах делали уходовые процедуры и пластические операции. Спрос на них был огромен. Но власти не хотели развивать эстетическую медицину. Советскому человеку нужно больше думать об общественной деятельности и спорте. Косметическая хирургия была единственным видом платной медицины в СССР. Но формально была доступна каждому. Приемы врача-косметолога обходился всего в 50 копеек. И это при средней зарплате в 70-90 рублей. Круговая подтяжка лица стоила от 7 до 10 рублей. Блиферопластика от 5 до 15. И ринопластика от 15 до 30. Однако воспользоваться этими услугами в то время могли немногие. В основном знаменитости и жены видных политических деятелей. А простые смертные могли годами ждать своей очереди на операцию. Одним из главных пластических хирургов в СССР был Александр Шмелев. Говорят, что Орлова оперировалась только у него. В последнем ее фильме «Скворец и Лира» он сыграет хирурга, который восстанавливает обожженное лицо героини. Любовь Орлова всю жизнь будет бороться за красоту, чтобы остаться в памяти поклонников всегда молодой. Я когда рассказываю про нее историю, мне очень нравится, что когда кто-то из молодых девочек актрис спросил «Любовь Петерон, скажите, пожалуйста, а как вам так удается хорошо выглядеть?» Она ответила «Дорогая моя, это очень дорого стоит», она сказала. Сегодня уже никого не удивишь пластическими операциями. Девушки с 20 лет меняют себя согласно модным тенденциям. Внешность можно менять по-разному. Бывает необходимость, когда что-то случилось или когда надо поправить какие-то огрешности во внешности, но когда все становятся на одно лицо, для меня это как-то немножко странно, потому что порой уже не можешь отличить, видишь, калька, как из-за новокурятника. Поэтому здесь наоборот, мне кажется, интересна индивидуальность и опять же повторюсь, несмотря на то, что существует эта мода, я думаю, что по большому счету она должна скоро пройти. Фильм «Весна» апофеоз их совместного творчества. На Венецианском фестивале в 47-м году Орлова получает приз за лучшую женскую роль Александров за оригинальный сценарий и режиссуру. Она играет сразу две роли актрисы и ученый. Такой прием был впервые использован в советском кино. Можно сказать, что после весны закончилась блестящая карьера Любови Орловой. По большому счету она актриса всего пяти фильмов Александрова, но именно они сделали из нее всесоюзную звезду. Несколько ролей, сыгранных у других режиссеров, остались не так замечены. Многие считали их брак коммерческим ради искусства и сомневались в искренности чувств. Мол, они называют друг друга на вы, не имеют детей и спят в разных спальнях. А они ничего не хотели доказывать и просто были вместе до самого конца 42 года. Там действительно была любовь, потому что видно, как Александров смотрит на Любовь Петровна. Даже по фотографиям видно. Может быть, кто-то больше любил, кто-то меньше. Это другое дело. Может, Любовь Петровна позволяла себя любить, но любовь, то, что была между ними, чувства были, это было действительно. Но если мы посмотрим на записочки, которые они друг другу оставляли, сразу понимая, что у них очень теплые, добрые были отношения. Просто Любовь Петровна в какой-то момент находила записочку, и там было мило написано буквально пару строк «Любимый голубки», на всякий случай, Григорий и смайлик в виде сердечка. Как это мило и трогательно. И после этих записочек, которые, я так понимаю, лежали по всему дому, когда его не было, наверное, трудно подумать, что люди просто, чисто так общались формально. В 49-м Орлова сыграла американскую шпионку в фильме Александрова «Встреча на Эльбе». Но это уже была не главная роль. Как и в композиторе «Глинке». С кончиной Сталина супруги потеряли своего главного зрителя и покровителя. Кино менялось. Люди хотели искренних чувств, а не праздничных, патетических фильмов. Григорий Васильевич мало снимает, начинает преподавать во ВГИКе. Любовь Петровна пробует себя в театре. В 55-м году актриса выходит на сцену Моссовета. За 20 лет она сыграет всего в шести спектаклях. Гримёрный столик, за которым сидела Любовь Орлова в театре Моссовета, этот стол передал и с зеркалом передал актёр театра Геннадий Бортников, который очень тесно был связан с Любовью Орловой. Вот есть даже фотография, где Любовь Орлова гримируется перед спектаклем в театре Моссовета. Пожалуй, одна из её самых удачных театральных ролей роль актрисы Патрик Кэмпбелл в спектакле «Милый лжец» по пьесе Джерома Килти. Премьера состоялась в 1963-м, когда Любови Петровне, согласно официальным данным, был 51 год. Всю свою жизнь она тщательно скрывала возраст, но после выхода в свет спектакля вопрос, сколько ей лет, был закрыт. Она теперь всегда отвечала на него словами своей героини. И мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день. И вот с этим девизом она прожила всю свою жизнь. Она действительно была молода, хороша, свежа. И это большая заслуга, конечно, её мужа Григория Александрова. Спектакли проходили с аншлагом. Люди шли увидеть живую Орлову, актрису своей молодости. Она на десяток лет выглядела моложе современников. Но она скучала без кино. И Александров решает снимать её снова. Вышедший в 60-м году русский сувенир критики разнесли в пух и прах. А последний фильм «Скворец и Лира» был признан худшим в карьере актриса. Ира жена скворца. 4 года вместе с ним успешно работала в Германии. Знает буржуазное германское общество. Получила отличное воспитание. Училась в консерватории по классу рояля. С детства хорошо говорит на французском, английском и немецком языках. В 70 она сыграла роль 30-летней разведчицы. Говорят, когда Орлова увидела готовый фильм, то попросила не выпускать его на экраны. От ее былой красоты не осталось ничего. А уловки со светом и гримом больше не работали. После провала фильма Любовь Петровна тяжело заболела. Она умерла от онкологии 26 января 1975 года. Врачи скрыли от актрисы страшный диагноз. Сказали, что у нее камни в почках. И вот еще один экспонат поступил к нам в музей. Это свидетельство о смерти. Оригинал. То есть мы видим, тут прописан диагноз, в связи с чем умерла великая актриса и когда. Похоронена она на Домодевичьем кладбище. В Новый год ее ненадолго отпустили из больницы домой, в квартиру на Большой Бронной, где супруги жили последние годы. После боя курантов они гуляли по Тверскому бульвару, понимая, что прощаются. Хоронили легенду советского кино в день ее рождения. Григорий Александров очень тяжело переживал уход супруги. Она была для него всем. Он прожил еще восемь лет и снял о своей Любе последний документальный фильм. Незаменимых нет. Незаменимые есть, потому что таких, как уже Любовь Петровна Орлова, как я не знаю, ну любую взять нашу актрису Лидия Николаевна Смирнова, там Ладынину, я не знаю из всех, я очень люблю Серова, Валечку. Появляются новые актрисы, не занимают место, но не заменяют этого человека, понимаете. Поэтому это, конечно, незаменимые, незаменимые люди, которые были в нашей жизни, в нашем кинематографе и в наших сердцах. Они останутся у нас в сердцах, пока мы живы. Любимую дачу Орловой и весь семейный архив продал в итоге внук Александрова Григорий. Маленького мира актрисы больше не существовало, но остались ее роли, наполненные невероятной внутренней красотой. Если говорить о ее вкладе в кинематограф, в искусство, ну, трудно его переоценить, потому что каждое появление ее на экране, это было действительно огромным событием. И под Орлову мода была у женщин и делать прически такие, как она, и подражать, и походки, и так далее. То есть, это был своего рода стиль поколения, и что, конечно, замечательно, то, что она до конца своих дней оставалась действительно черным актрисой. В жизни и на экране Любовь Орлова создала образ идеальной женщины. Она как будто боялась показать себя иной, ранимой, с человеческими слабостями, и всегда носила маску успеха. А что было под ней, знали немногие. Для всех актриса выглядела доступной и простой, но на самом деле она была недосягаема. Наверное, это и есть признак настоящей звезды. Поэтому о ней до сих пор ходят легенды, ее хочется узнавать снова и снова. Конец! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова